добрый вечер мы начинаем встречи на темы как устроен наш мир дело в том что натолкнул меня на эту мысль фраза одна психологов которая звучала примерно так мир в котором мы живем каждый из нас отдельно наши понятия не имеет ничего общего с реальным миром если немножко вдуматься в эту фразу она наталкивает на очень неприятное размышление дело в том что если я не представляю себе мир в котором я живу вероятнее всего что ошибки которые буду делать неминуемы и чем ближе мир который я себе создал к миру который является реальным тем вероятнее всего что ошибок будет меньше кроме того следует заметить что если мы очень доверяем таким понятиям как наука то как же психологи могли сказать фразу эту что мир в котором мы живем он не имеет ничего общего с тем миром который является реальным что же выходит что вся наука все одной фразы перечеркнута немножко странно еще есть много странных вещей и в общем если вдуматься серьезно то можно заметить такой момент что каждый из нас имеет собственное мнение оно отличное другого имеется много мировоззрений мнений тенденции видеть мир положительным или в отрицательным один и тот же мир все это невольно наталкивает все таки на мысли что то в этом есть том что они сказали ну и кроме того опыт моих контактов с русскоговорящей публикой мы женой пропутешествовали по россии почти 15 лет то этот опыт помог поможет как-то нам найти с вами общий язык в общем наш мир которым устроен он базируется на чем опыт жизни 20-30 лет та среда в которой мы живем она очень отличается допустим россии от китая или от америки и так далее от израиля но кроме того мир еще меняется мы не всегда за ним успеваем я хотел вам прочитать одно высказывание очень интересное некто глобер нет народа на всем востоке чья история была бы столь странной как история евреев странно и то что иудейская религия продолжает существовать в то время как религии древних народов до христианской эпохи исчезли невероятно странно и то что религия существующая сегодня в мире построена идея заимствованных у евреев вопрос не в том что произошло вопрос том как это могло произойти почему этот народ продолжает существовать почему жив иудаизм нет у нас ответов на эти вопросы здесь проявляется еврейская индивидуальность не он один имеет такое мнение если мы вспомним поинтересуемся короленко толстой бердяев да много серия очень длинная мне хотелось бы немножко становиться был такой в двадцатом веке во второй плане в особенности историк Арнольд Тольби он всю историю честь поделил на двадцать две цивилизации он вывел несколько законов которые действуют в реальном мире очень ну я бы сказал точно каждый народ который побывал в цивиль в верху цивилизации после этого опускается и туда больше вернуться не может но это вспомним египет персия греция кого хотите кто побывал наверху становится либо совсем исчезает либо остается очень рядовым народом по сравнению со всеми остальными когда его спросили а как же с евреями он ответил примерно так это какой-то ненормальный народ который не вписывается ни в какую систему видимо евреи знают какой-то секрет что этот секрет намного ближе к реальной жизни намного ближе к реальной жизни чем чем те все представления которые нам дает наука наша среда наше собственное мышление есть у них еще что то что более-менее реально отражает этот мир понятно что если мы хотим нормально жить то чем ближе наше понятие к реальному миру тем вероятнее мы можем быть счастливыми иначе как я уже говорил ошибки неминуемы это понятно кроме того есть еще несколько очень интересных высказываний в израиле есть очень крупная фирма Intel это американская фирма которая производит детали для компьютеров и прочих вещей руководитель этой фирмы высказался примерно так хочешь преуспеть в жизни учи философию а не компьютеры а не компьютеры странно и не только философию он назвал математику, физику талмуд но не компьютеры сегодня по радио слышал высказывание ученого из Верховского техниона который сказал примерно такую мысль что дети заканчивающие школу не имеют представления о том что такое математика у меня спросили ну а что же вы считаете надо сделать вы смотрите у меня нету рецептов но одну вещь я могу сказать ближе всего к математике подходит именно талмуд потому что математика это логика на основании я бы рискнул сказать например такую фразу что Каббала это наука которая отражает максимально возможно отражает тот реальный мир о котором мы с вами говорим смотрите давай попробуем подумать о наших понятиях ведь совсем недавно 500 лет тому назад наша земля была довольно плоская и только в районе открытия Америки Колумбом начали появляться эти светлые мысли что земля оказывается круглая если мы возьмем наши книги Каббалы написанные за полторы тысячи лет до этого там ясно сказано земля круглая земля круглая она вращается у нее нету ни вверху ни низа они понимаете они они брали откуда-то информацию который источник который мы сегодня с вами потеряли вооружение Каббала объединила мир и она показала что строение мира и человека одинаково давайте обратим внимание на один интересный момент на земле живет большое количество живых существ Никто из них не может повлиять на изменения природы, только человек. Вот эти все вопросы, вопросы, откуда взялся этот мир. Как устроен мир и как устроен человек? Все эти вопросы как раз занимается Каббала. И мы хотели бы немножко вас этим познакомить. Смысл теории Каббалы. В Таре две части. Первая – это открытая часть, пятикнижья. Вещь, которую каждый может прочесть, но, к сожалению, почти никто не может понять. Только единицы. Значит, если мы будем это читать ещё с комментариями, это уже более-менее на что-то похоже. Если мы читаем Тару просто, открытую часть Тару, то первое, что нам обращает внимание. На что мы обращаем внимание? Там даны заповеди. Делай так, не делай так. Но нигде абсолютно, нигде абсолютно не дано объяснения, а почему надо делать так, а почему не делать. И есть поэтому внутренняя часть – душа Тары. Для понимания скрытых уровней. Обратите внимание, в жизни то же самое. Человек что-то говорит, что-то делает. До этого всегда что-то скрывается. Понимая вот это, что скрывается, нам легче ориентироваться в этом мире. Непонимание – жить. Мы очень далеки от успеха. Тура написана в четырёх уровнях. Пардес. Пшат, ремес, дружь, сут. Пшат – это простая часть. Дальше идёт намёк. Намёк на что-то. Дальше идёт норовоучение. И самое последнее, на чём мы с вами как раз остановимся, это так называемый секрет. Каббала занимается порядком происхождения этого мира, материального мира. Откуда он взялся? Как из того источника, откуда он взялся, она превосходилась в материю? Наиболее сопоставленная версия сегодня происхождения мира в науке – это так называемый большой взрыв. И наука отвечает ясно, что мы можем узнать только то, что произошло после взрыва. То, что произошло до взрыва, для нас остаётся закрыто. Мы с вами должны пройти, посмотреть, как постихонечку образуется этот мир. Мы рассчитываем на то, что человек, который начнёт сейчас вместе с нами изучать, он либо совсем незнаком, либо знаком поверхностно. К сожалению, должен признать, что очень много версий сегодня существующих объяснений, не буду называть авторов, дают очень поверхностное представление, дают схемы, дают какие-то понятия и не дают взаимосвязи всех этих событий. Нам бы хотелось именно на этой точке остановиться именно здесь, уделить больше внимания этому моменту. Корнем всего существу явится Всевышний. Это является аксиома, и на ней базируется абсолютно вся Тура и Каббала. Что такое Всевышний? Мы не знаем и знать никогда не будем. Это то, что находится до Большого взрыва. И в этом есть единое мнение как у учёных, так и у религиозных людей. У Всевышнего нет ни образа, ни картины, никаких понятий о нём у нас нет. Единственное, что мы можем о нём сказать, это дать какое-то имя символическое, которое ни в коей мере не отражает его суть и реальность. И категорически запрещено это изображать его образ. Но в то же время написано, что человек создан по образу и подобию Бога. У человека есть изображение. Как совместить вот это, видимое, очень серьёзное противоречие мы будем это всё аккуратно разбирать. Сразу же скажу так, один намёк, чтобы нам было понятно. Подобие не в том, что наше лицо похоже на его лицо, а то, что человеку единственное, живому существу дано право творить. Разница между тем, что он сотворяет и мы сотворяем, заключается в том, что он делает, наиберитет звучит «Ешь ми айн», то есть «есть из ничего». Мы из «есть» делаем другое «есть». то, что мы можем знать о Боге, это то, что он сам хочет, чтобы мы о нём знали. Мы его называем «эйнсов» – «бесконечный», чтобы было какое-то имя. И это, пожалуй, всё, что мы о нём знаем. Но даже это понятие ни в коей мере не отображает его реальность. Почему? Потому что это говорит о чём? У него нету конца, а что у него есть, мы не знаем. Далее из него исходит свет, который называется «бесконечный свет». Это состояние влияния Всевышнего и тот, если так можно выразиться, материал, не подумайте буквально, из чего в дальнейшем и произошли вот этот материальный мир и все по дороге духовные миры, о которых мы будем говорить. Именно вот этот свет, бесконечный свет, о нём мы уже что-то можем говорить. И из этого бесконечного света уже сотворён и человек весь этот мир. И вот здесь мы можем говорить уже какое-то понятие по образу и подобию бы целям. Технология сотворения мира и человека одинаковая. Чем лучше человек знает эти силы, тем вернее он может их использовать, использовать для себя. и человек, и мир созданный одними и теми силами. Этих сил десять. Разница только в том, что величина этих сил очень разная. Конечно, для сотворения человека нужна какая-то мелочь, мелкая сила, но характер этой силы остаётся то же самое. Но это всё равно, что, допустим, разговаривают два человека на одном языке. Они понимают друг друга. Человек не запрограммированный, это его отличие от животного. Животное запрограммировано. Лошадь может умереть с голоду, а рядом с ним будет лежать кусок мяса. Когда люди начали кормить коров порошком, костным порошком, последствия оказались очень неприятные. Коровы взбесились. Вы помните, бешенство коров по всей Европе началось в Англии и пошло по всему миру. Корова запрограммирована как травоядное животное. Она не в состоянии воспринять ничего другого. Это просто как символ, как знак какой-то, чтобы мы с вами почувствовали, до какой степени запрограммировано животное. И в отличие от этого, насколько человек без этих самых рамок. У человека есть свобода выбора. Всё, что с нами происходит, начинается от нас самих. Гармония сил находится внутри нас и в мире. То есть, если я, если мы с вами эти силы как-то подгоним, подровняем к силам, которые действуют в мире, то мы идём уже в ногу со временем и с миром. Ну, я вам приведу, например, такой небольшой пример. Есть понятие рефлексология. Оказывается, на ступне ноги у человека запрограммирован весь организм. И, соответственным образом, влияя на точки, находящиеся на ступне, мы можем влиять на весь организм. Что-то очень отдалённо похожее происходит между миром и человеком. «Думай хорошо, и ты создаёшь вокруг себя хороший мир». В этом тоже скрыто много. Пока для нас это пустая фраза, но мы с вами будем её внимательно изучать. А теперь давайте перейдём более-менее уже к конкретным тенам. Есть навелись такое понятие иштальшелут, то есть опускание. Бесконечный свет, который исходит из Всевышнего, этот свет един, и в нём ничего другого, кроме света, существовать не может. Значит, для того, чтобы появилось что-то другое, необходимо каким-то образом уменьшить количество этого света. Уменьшая количество этого света, постепенно опуская вот это. Это мы называем опускание. Значит, чем какая-то система, какой-то вид ближе к источнику, мы говорим, что он наверху. Это не значит, что он наверху. В духовных мирах нету понятия верха и низа. Там нету понятия объёма. пространства времени. Там есть эти понятия совершенно в другом мире, чисто условным для нас. Мы говорим, как я уже сейчас говорил, что человек может воспринять только малое количество, но постепенно может подниматься в своих представлениях и понятиях. Немножко хотел бы остановиться ещё на одном вопросе. Сегодня уже психология тоже признаёт о том, что существует реинкарнация душ. Что такое реинкарнация? Реинкарнация значит, что жил человек, он состоял из тела и души, мы называем, что он умер, то есть душа отделилась от тела, что происходит дальше, через некоторое время душа снова появляется в этом мире, но уже в другом теле. Это называется инкарнация. Значит, получается очень интересный момент. Настоящая жизнь человека – это нематериальная жизнь. Материальная жизнь ему для чего-то дана. Мы будем это рассматривать. Но главная его жизнь духовная – это как машина и водитель. Машина сломалась, водитель выходит, погуляет, покупает новую машину или как-то ее приобретает и продолжает ехать. Конечно, надо беречь машину. Она дает возможность передвигаться. Но немашина является целью нашей жизни. так вот десять сил, те, которые действуют, с которыми сотворен и мир, и человек. Эти все десять сил делятся на три группы. Мы потом будем все это очень подробно изучать. мне хотелось бы просто создать общую схему. общую схему. И потом уже потихонечку разберу. Вообще есть две системы изучения. Первая, которая из кирпичиков строит дом. Вторая, которая сразу рисует картину дома. И тогда уже становится ясно, что надо строить. эти десять сил делятся на три группы. Голова, тело и низ. Можно их назвать по-другому. Мысль, мышление, чувство и действие. опускание этого света происходит по пяти мирам. И в каждом из миров действуют эти же десять сил, но они действуют разной силой. Ну, мы говорим, в первом классе сидит мальчик, какой умный мальчик. Но он не может идти в восьмой класс при всём своём уме. В восьмом мы тоже скажем, сидит умный мальчик, но он не может учиться в десятом. Значит, вот эти понятия, хотя названия одни и те же умный мальчик, умный мальчик и умный мальчик, на самом деле это одно и то же, но на разных уровнях. Вот это и есть те пять миров, о которых мы с вами говорим. Я постараюсь некоторые вещи не переводить на русский язык специально, потому что, к сожалению, русский язык не отражает той глубины, которая нам необходима. Я приведу простой пример. В каждом из этих миров имеется отражение человеческой души. И она называется по-разному. нефиш-рух, нишамаха, ехида. В русском языке всё это одно называется одним словом душа. Значит, если мы будем говорить о душе, то мы даже не поймём, о чём идёт речь. Любой перевод искажает реальность. Поэтому вот какие-то главные понятия я постараюсь не переводить, просто объяснить, как они устроены. Ацелут – это первый мир, который называется более-менее ближе к творению. До него есть ещё один мир, называется он Адам Кадмон. В переводе означает первый человек. Это не значит, что это тот Адам, который жил в раю. Это те силы, которые собраны и которые имеются для сотворения мира, внутри которых имеются те же силы, которыми будет сотворён потом человек. То есть, если хотите, назовём это так. Это концентрат, максимальный концентрат всех десяти сил. Следующий мир мы назвали уже Ацелут. Ацелут это мир, в котором уже появляется более реальное такое понятие, как сосуд. Я вам приведу пример. Человек появляется на свет от того, что папа встретился с мамой. Но если бы дедушка не встретился с бабушкой, не было бы папой и не было бы этого самого человека. А если бы прадедушка не встретил прабабушку, вся эта картина повторилась бы? Значит, мы с вами в каком-то смысле, когда мы говорим об Ацелуте, мы говорим о прабабушке и о прадедушке. когда мы говорим о Адам Кадмоне, когда мы говорим о Целуте, мы говорим ну, можно сказать, о папе с мамой. В каком-то смысле учтите, что все эти духовные понятия в корне отличаются от понятий материальных наших, хотя суть их остаётся то же самое. Дальше идёт мир Брия. Брия от слова творение. Творение. Это первый мир творения. То есть здесь имеется количество света уже так уменьшилось, что оно начинает чувствоваться недостаток света. И вот это и есть творение. То есть мы с вами будем часто повторять слово сосуд. Сосуд это то явление, когда света не хватает, недостаток и то, во что можно поместить вот этот свет. Это Брия. Дальше идёт Ецера. Следующее понижение уровня света. И последняя осия от слова делания. Делать. Это наш с вами мир. Так вот эти вот пять миров это то постепенное опускание и убирание света, которое даёт возможность в нашем мире совершенно не чувствовать, что этот свет существует. Мы можем прожить жизнь и совершенно спокойно знать, что нету ни Бога, ни чёрта. Ничего нету. Есть только я, и на этом всё кончается. всё скрыто, потому что этот свет исчез. Ну и я думаю, может быть, на этом нашу первую встречу стоит закончить. Следующая встреча будет через неделю. Остальные подробности потом мы с вами обсудим, поговорим. желаю вам успехов. До свидания. субтитры